Узбекистан в буквальном смысле молодая страна. Более 60% его населения состоит из молодого поколения, а значит развитие и достижение страны, в целом ее будущее в их руках. Приобщение молодежи ко всем спектрам современной жизни – одна из важных задач как государства, так и общества. Патриотический настрой призвал нашего соотечественника Алихана Кульжанова в Узбекистан для того, чтобы поднять дух именно молодежи к созданию креативных идей. И у нас в гостях ведущий дизайнер, проектировщик интерьера многих брендовых американских авто Алихан Кульжанов. Здравствуйте, Алихан Акиат, добро пожаловать на родину. Спасибо большое, очень рад. Сколько лет вас не было в Узбекистане? Ну, с последнего визита у меня 10 лет не было здесь, но сейчас получается, что за такой промежуток приезжаю второй раз уже за 30-летнее отбывание, можно так сказать. А что сподвигло вас вернуться в Узбекистан спустя столько лет? Родные, интерес вообще к родине. Ну, так, знаете, все-таки уже возраст не совсем молодой, но, с одной стороны, патриотический такой настрой появился. Вот, поэтому в этом деле я бы хотел просто провести такой маленький обзор, посмотреть, заинтересовался. Все-таки очень многие отрасли здесь меня интересуют. Перед интервью мы с вами беседовали, вы говорили, что у вас патриотический настрой, то есть поднять дух молодежи к созданию креативных идей. Цель вашего нынешнего приезда заключается в этом. Можете более подробно рассказать об этом? Я работал раньше на Дженнин Моторс в течение 18 лет и сейчас уже перешел на электромобильную индустрию. Поэтому в данный момент в Узбекистане рост и подъем автомобильной индустрии очень велик и позитивно влияет на культуру и, кстати, на экономику нашей страны. Для этого у меня появилось очень много вопросов. Хотелось бы чем-то помочь, как эксперт может своего дела поднять дух и мотивировать дух молодежи. Это очень важный вопрос, и надо над этим работать. А с кем вы встречались? Мы встречались очень много с клиентами. Это наши покупатели, люди. Они как бы образом рассказывают о своих примерах, что они любят в автомобильном строении, вообще в автомобилях. И плюс еще с нашими лидерами, с нашими хорошими друзьями, с Узавто Сановат. Они просто продискутировали интересные проекты. Мне это было гораздо интереснее, конечно, потому что все-таки энтузиазм существует у людей, и это поднимает другой дух нашего государства. А если конкретизировать, в каком формате проходят ваши встречи и в чем заключается приобщение молодежи к таким креативным идеям создания, допустим, платформы дизайна? Это проектирование. Это проектирование будущего концептуальной стратегии в образе дизайна. Потому что в данный момент мы знаем, что платформа автомобильного строения важна и существует здесь, под обзором General Motors, потому что это строилось в течение 25 лет. Начальная платформа, дизайнерская база должна все-таки существовать внутри Узбекистана, а не наружу. Поэтому в данный момент я думаю, что это хороший момент, хорошее время, чтобы просто сесть за стол переговоров и просто общаться с людьми на профессиональном уровне и поднимать мотиватор нашей молодежи. Для этого просто надо создавать и факультеты, и школы, и общение с молодежью, просто их готовить к образованию этому. Потому что в данный момент у нас технический и бизнес опыт, но креативный опыт вроде бы как бы заглушен. Вы знаете, что Средняя Азия славится креативом. Это гончарное искусство, это художники, это жуаписцы. И все-таки внутри у человека зачатки искусства являются главным очертанием Средней Азии. Поэтому, думаю, все-таки надо фокусироваться на молодежи, чтобы это поднимало настроение для креатива, для инновации креатива и просто в дизайне в целом. Олег Ханаки, а на собственном опыте поделитесь креативными идеями создания платформы дизайна. Какие важные детали учитываются при создании дизайна авто? Очень много вопросов в этом плане. Они должны котироваться на интересе или государства, или приватного предприятия. Поэтому здесь объяснить в целом это невозможно, потому что это все-таки является целесообразность этой компании, если компания занимается чисто одной, скажем, моделью этой модели. Вот, скажем, пример возьмем Nexia. У нас Nexia в течение 20 лет не менялась. Ну, были такие образы, конечно, хорошие ребята старались изменить облицовку, может, заднюю облицовку этой машины. Но в целом дизайн не менялся. Ну, продолжая тему, которую вы затронули, я хотела бы сказать, что вообще в мире существует такая практика, мировые бренды авто, они конкурируют между собой по созданию новейших современных моделей автомобилей. И, соответственно, ежегодно на рынке авто появляется большое, огромное количество новых моделей. Но у нас тенденция, как вы говорите, немножко отличается тем, что выпускаются те модели, на которые спрос более высок. Да, я согласна, они обновляются, добавляются какие-то новые детали, но новые модели, они нечасто создаются. Вопрос таков, раз уж существует хороший спрос, нужно ли выпускать новые модели? В процессе строения автомобиля модели, они меняются в течение 4-5 лет. Ну, в зависимости от пакета, в зависимости от цены машины. Если машина она премиум, то есть люксовая машина, в течение 5 лет она должна обновляться. Это стандарты по американскому рынку и желания американского клиента. Если машина уже более экономичная, она меняется каждые 3-4 года, потому что она должна постоянно выходить в маркет, в рынок, и люди потребляют в низкой цене и обновляют свои желания. Я как бы не хочу задевать эти тематики в моем ответе, потому что все-таки УЗА Автопрома является прямым членом, кто может ответить на эти вопросы. Мой обзор – это оценка, скажем, анализ в течение моих двух недель, мое посещение здесь, в Ташкенте. Я просто проанализировал и понял, что у людей все-таки потребность желания покупать машину – это есть. Если мы производим эту машину в течение 10 лет и не меняя ее образ, то потребитель теряет доверие, можно так сказать, смотрит, что может приобрести за рубежом. Ну, конечно, это уже другие вопросы тарифов и другие вопросы других планов экспорта, скажем, за рубежом, что можно получить здесь. Я знаю, все-таки мы фокусируемся на «Шевролете», но я все-таки желаю и очень верю, что в дальнейшем, если будем сотрудничать и будем просто открывать эти целесообразные разговоры, я думаю, все-таки мы соорудим и построим нашу звездочку нашего региона, Средней Азии, Узбекистана, нашей республики машинам. И это надо создавать для потребления и плюс еще для роста нашего индустрии. Я думаю, это важный вопрос, в дальнейшем надо поднимать. Действительно, автомобильная промышленность Узбекистана занимает одно из ведущих мест в экономике Узбекистана и по этому же показателю находится на первом месте среди стран Центральной Азии. И немаловажную роль играет в этом дизайн автомобиля. В качестве эксперта в этой области, как бы вы оценили дизайн автомобилей, производящих у нас в Узбекистане, и что бы вы посоветовали для его улучшения? Дизайн должен все-таки образовываться внутри страны. У нас очень интересные заведения, где учатся люди в техническом плане. Это значит инженерная техника, инженерный дизайн. У нас очень хороший есть лицей в городе, это Турильский лицей. Есть эксперты, которые работают и учат студентов. Они прошли хорошее обучение за границей. При таком наличии у нас студенты, они выходят как инженеры. Поэтому я все-таки подчеркиваю, что дизайн это самое главное. Это ключевой такой объектив, где можно все срулить с нуля. Фокусироваться на молодежь и взимать, скажем, таланты, креативы даже с областей. Есть ребята, которые просто рисуют просто обалденно. Но это не в зависимости, что он только красиво рисует. Он должен, конечно, понимать и пакет общего образования по инженерной технологии. Дизайн это не просто такое слово, дизайн. Сидишь и рисуешь, и зарабатываешь деньги. Понимаете, я в молодости так думаю, когда учился в Америке. Я думал, сейчас буду рисовать машинки и буду зарабатывать хорошие деньги. Но это, конечно, глубоко неправильный такой образ. Вообще понимание техники, это понимание инноваций, это понимание трендов. Вы должны понять все вокруг. Учитывать комфорт, безопасность. Это не только комфорт. Вот, например, смотрите на людей, как они одеты. Видите, кто-то одет трендово. Замечаете цвета, замечаете полутени, замечаете красивые лица. Понимаете, это все-таки должно мотивировать вас. Вы не только просто дизайн, вы и фотограф, вы и живописица, вы и дизайнер моды. Понимаете, здесь очень много отраслей в одно целое сливается. Известно, что у всех производителей авто свой стиль дизайна. Например, у японцев, допустим, своя линия дизайна автомобиля. Даже если убрать эмблему, то спокойно можно, мне кажется, узнать, что этот автомобиль принадлежит японскому производителю. А как сделать так, чтобы узбекское авто также было узнаваемо? Какую деталь бы вы могли внести, чтобы или там добавить в стиль дизайна, чтобы можно было сказать, вот да, вот это узбекское авто. Даже без эмблему. Не первый такой вопрос. В течение двух недель мы это дискутировали. Это было интересно. Общались с автопром. И общались с факультетами лицея, Туринского лицея. Что вообще для этого нужно? Я предложил себя, как может быть даже экспорта. Может быть, если такой есть шанс, где я могу курировать каким-то проектом, приезжать, давать свои оценки. Даже можно присылать проекты Сузбекистана за границу, может даже в Штаты. И спонсировать школьный какой-нибудь проект, даже в институтах автодизайна. Но я не думаю, что мы постоянно должны вызывать людей и строить вот эту платформу. Для этого надо создавать стратегию. Стратегия, она важна. И инвестировать в эту стратегию. Потому что все-таки посеять зачатки, чтобы снять вырожай. Для этого надо время, для этого надо деньги. И есть у меня стратегия, где я просто могу распланировать и раскидать это в профессиональном форме. И показать стратегию, может, на десятилетие. То есть на 10 лет вперед. А если не секрет, над какими знаменитыми моделями вы работали? Я здесь как бы скромен в этом плане. Я проработал на General Motors по 18 лет. И где-то 16-17 машин построил. То есть скетч, это первый набросок модели, был на Chevrolet Tahoe 2005 года, Buick Enclave 2007 года, Buick Enclave 2017 года, Cadillac Escalade, который должен быть еще через полгода, в конце этого года. И он называется Cadillac 2020 года Escalade. То есть работа была, конечно, очень емкая и сообразительно бюджет очень был большой, потому что машина все-таки стоит очень дорого. Между моей карьерой General Motors я еще работал от центра General Motors на Opel с 2007 года по 2012 год. Работал над моделями как Insignia 2009 год. Это была новая форма Opel. Она гораздо была мягче, она была очень трендовая и мотивировала, кстати, очень много компаний по всему миру. Работал над Astro, работал на Corsi, закончил работу над Opel Zofir, это средний мини-бан, MPV. И мотивировал дальнейший характер формы дизайна. И это как бы продлило другую категорию, характеризовало Opel. И, кстати, она сформировала дизайн и форму дизайна, и стиль Zofir для дальнейших десятилетий. В данный момент я уже перешел на другую компанию. Просто посчитал, что все-таки работать над внутренним сгоранием двигателя, я думаю, это уже устарелое дело. И сейчас, в данный момент, тенденция переходит на электромобили. В данном моменте я работаю на компании SF Motors, я возглавляю студию дизайна. Центр у нас является в Чонгчин, Китае. Изредка мы просто выезжаем, общаемся, встречаемся с нашими лидерами, стратегически планируем наши планы в будущем и для Америки, и для Китая. В связи с истощением запасов топлива во всем мире идет поиск альтернативных источников энергии. И в связи с этим автомобили на батареях, точнее электродвигатели, они становятся более актуальными. Какие новости на этом рынке? Тенденция электродвигателя – это является человеческим потреблением. Потому что в данный момент очень много людей меняют свои понятия. Например, говорят «глобал вормиг», то есть глобальное потепление. Люди просто понимают, что нужно для их будущего. Их будущее – это на 100, на 200, на 300 лет. И они понимают, что все-таки электромобиль – это существенное доказательство о том, что можно сохранить нашу планету, можно сохранить экономику, и можно просто включить новую отрасль, то есть открыть новую отрасль для работы, для рабочих заводов, сборочных материалов или других отраслей этого строения. Китай главный сейчас, скажем так, в процессе батареостроения, процессе электростроения, и они двигаются очень агрессивно. Правильный процесс, конечно, это называется процесс настроения на 100-летие. Потому что сейчас многие компании, они субсидируются государством Китая, строят свои модели, строят свои заводы и собирают машины для глобального маркета, для рынка в целом. Олег Канак, я не буду вас томить, давайте проведем такой маленький блиц. Что бы вы выбрали? Автоматическая коробка передачи или механическая? Это очень такой, знаете, интересный вопрос, потому что для удобства, конечно, если вы в трафике, если вы постоянно ездите в течение дня в 100 километров, автоматная коробка приемлема для человека, кто хочет удобства. Для меня, я, может быть, старый за локалки, мне нравится коробка передач, и я чувствую машину, габариты, это важный вопрос для моего образа, для моего характера. Следующий вопрос. Назовите три мировые модели авто, на ваш взгляд, которые более комфортные. Неправильный вопрос для автомобильного дизайнера. Понимаете, мы как дизайнеры, мы влюбляемся в машину. Созданную вами. Влюбляемся в машину, мы ее оцениваем, мы ее пробуем, мы ее обсматриваем, обзорно обходим вокруг, сидим внутри, вдыхаем воздух кожи или там цвета, наслаждаемся и говорим, вау, как классно. А зато мы влюбляемся в другую. И последний вопрос. Какую модель узбекского авто вы бы выбрали? Процент кобальта высок. Потребительский спрос нашего клиента. Я думаю, просто эта машина, она гораздо впечатляет людей. Она гораздо впечатляет и финансово, и плюс она просто является хорошим пакетом в размере. Просто она является ежедневной, функциональной и традиционной машиной нашей республики. Поэтому я все-таки уважаю модель. Хотелось бы ее поменять, может, в течение 3-4 лет в дизайне. Можно ее сделать гораздо мягче, как новая модель Малибу. Алиханак, я благодарю вас за ваше время и за интересную содержательную беседу. Было очень познавательное. Желаю вам удачи и успеха в вашей деятельности. Спасибо большое за приглашение. Мне было приятно вас навестить. И мне, конечно, очень приятно навестить и город Ташкент, и нашу республику. Спасибо вам тоже. Очень надеемся на ваши частые визиты и дальнейший Узбекистан. Спасибо. Я вам хотел. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова